друзья приветствую вы на youtube канале униан проект аргумент который мы вместе с коллегами делаем пытаемся делать тот контент который действительно сейчас необходим доносить правду о том что происходит на фронте в том числе меня зовут владимир тимошенко и сейчас у нас гость появление вы давно ждали максимум говорим экс командир полка азов майор вооруженных сил украины заместитель командира третьей штурмовой бригады присоединяется к нам максим спасибо большое что нашли время здравствуйте здравствуйте с вашего позволения начнем сразу же ситуации на харьковском направлении вы знаете готовясь к этому интервью очень рад что общаюсь именно с вами потому что очень много сейчас разных домыслов что же происходит западная пресса различные пишут какие-то вещи которые ну ван во многом можно назвать фейковыми призываем всех доверять только новостям генерального штаба и конечно же людям которые разбираются на самом деле понимают что происходит вот первый базовый вопрос охарактеризуйте пожалуйста что же сейчас именно происходит на харьковском направлении фронта сейчас происходят бои местами украинские силы пытаются улучшить свое тактическое положение учитывая общую оперативную обстановку которая там сложилась российской армии удалось местами продвинуться там на несколько километров на данный момент ничего в этом критичного нет единственно что нужно тоже для себя четко понимать что то что происходит сейчас это еще не основные усилия противника это первое а второе цель его скорее всего заключается больше в том чтобы растянуть наши силы да они захватить харьков про харьков скорее всего они конечно мечтают и будут мечтать но я думаю что на данный момент их приоритет их задача основная выглядит как растягивание наших сил и ресурсов которые у нас есть они понимают их ограниченность они понимают что по людям по боеприпасам и по всему остальному у нас есть ряд проблем которые которые не для кого не секрет и вот пользуясь этим они растягивают линию фронта и возможно еще будут ее растягивать дальше для того чтобы мы не могли сосредоточить и накопить достаточно сил там для своих контрдействий для эффективного удержания обороны рубежей которые есть на данный момент поэтому сейчас то что происходит это больше про растягивание нас чем про захват харькова бои идут продолжаются вот на на рубежах которые там есть нужно ожидать того что что это только начало вот именно харьковской компании то есть ситуация такова возможно это первый раз чуть ли не в жизни когда людоед путин да вот он не соврал в том плане что недавно было его там заявление что российская федерация не ставит себе задачу оккупировать харьков мы прекрасно понимаем что в желаниях у них есть оккупировать всю украину но тем не менее физической возможности для этого нет и вот то что вы говорите задача растянуть линию фронта для для того чтобы на том же бахмутском направлении украина ослабла правильно понимаю но при этом ожидать усиление боевых действий на харьковском направлении также приходится насколько я понимаю да вот вот в этом при при всем своем безумии при всех своих больных абсолютно там желаниях и мечтах действительно он понимает что харьков захватить там сегодня на храпом в той обстановке даже с теми силами которые у него есть и даже с той разницей в ресурсах которые есть для него это пока что задача невыполнима и он прекрасно помнит как они позорились долго с бахмутом когда они год каждый день говорили что они его взяли и так продолжалось изо дня в день даже по моему чуть больше года вот он помнит как это происходило на других направлениях поэтому сейчас действительно их задача больше растягивания наших сил ну а также вот он понимает что они действительно на данный момент их армия что может им обеспечить растягивание наших ресурсов ослабление за счет этого других направлений и уменьшение наших резервов это вот та задачи которые сейчас на данный момент они перед собой ставят максим очень тонкая чувствительная тема относительно фортификационных сооружений на харьковском направлении вопрос задам не не о том не возвращаясь к тому резонансу который был вот буквально неделю назад хочу спросить по факту на самом ли деле сейчас враг приблизился приблизился лишь к первой к первой части этих самых фортификационных сооружений то есть речи о 2 и 3 пока вообще не идет я правильно понимаю соответствует ли данная информация действительности для меня смотрите есть небольшая разница в использовании терминов да как они как воспринимают их военные как воспринимают и гражданские очень часто гражданские используют артикулируют до словами и терминами в которых они не всегда понимают и в том числе что такое первая линия вторая линия линия обеспечения там да и все остальное большинство гражданских в этом не разбирается пока что потому что я думаю что так или иначе но всем украинцам все таки придется как минимум разбираться в но по всей этой терминологии вопрос спортификации он на самом деле действительно неприятный и я даже сказал проблемный для нас несмотря на все там заявление что все за все отчитались и все сделали я бы не был так уверен что мы действительно на сто процентов выложились за то время которое у нас было для создания правильного эффективных инженерно-фортификационных сооружений это первое второе что да действительно то куда дошли россияне это абсолютно то что мы себе могли позволить и сейчас рубеж обороны есть на которую который можно удержать и который удерживает украинцы украинская армия у меня больше вопросов к тому там кто как все это делал и потому что not к это у меня как у военного до во многом к этому есть вопросы я вас услышал если позволите хотелось бы с вами обговорить ситуацию вокруг славного украинского города сумы мы помним заявление которые возможно немножко были скажем так приукрашены со стороны англоязычной прессы в частности издание нью-йорк таймс со стороны кирилла буданова сам господин буданов вышел в эфир и объяснил более сдержанно что же происходит на сумском направлении под суммами скажем так потому что официально в официальной терминологии понятия сумского направления нет насколько я помню в районе сум скажем так скажите пожалуйста видите ли вы как человек военный угрозы и признаки того что враг такие готовит возможно сухопутную операцию в район украинских сум чего можно ожидать от врага мы помним недавно была информация что в район сум враг стягивает те самые эти самые войска рамзана кадырова кадыровцев но насколько я помню говорить о значительном количестве тогда не приходилось что сейчас как можете описать ситуацию в этом регионе украины на данный момент из того что мы видим да и из того что можно принимать как факт накопление происходит перебрасывают силы те силы которые перебрасывают они говорят о том что больших целей перед собой они не ставят что подталкивает к мысли о том что опять же крайне высока вероятность того что на границе с сумской областью тоже могут начаться боевые действия которые скорее всего будут иметь задачу опять же растягивания наших сил ресурсов и всего и всего остального учитывая особенно там наличие тех же самых кадыровцев якобы да то говорит о том что их серьезных боевых действий с помощью этого предподразделения там осуществляться не будет скорее всего это будут больше провокационные напрягающие до действия действия дестабилизирующие заставляющие нас перебрасывать еще туда дополнительные силы растягивать опять же там те же запасы артиллерийского боекомплекта и всего остального вот вот на данный момент похоже все на это если на харьковском направлении я думаю что усиления будут еще больше и мы видим по крайней мере да там по количеству развернутых полевых медпунктов да по расквартированию в населенных пунктах мы видим что там готовится усиление другими подразделениями да то в сумской области пока что те силы которые есть говорят о том что там будет больше провокационная и растяжка опять же нас вот во всех чувствительных для нас вопросов нужно тоже себе понимать что россия там так или иначе плохой или хороший да там новые и про ее пехоту можно говорить много но они не собирались никогда себе делать хорошую пехоту она действительно у них слабо подготовленное все остальное но есть огромное отличие россияне могут воевать армиями ну то есть они для себя могут принять решение на это направление мы такую-то армию на это такую-то там 25 поставим там 15 там 21 в то время как нам в лучшем случае приходится оперировать бригадами а иногда и вообще ротно-тактическими группами поэтому вот это вот разница они ее прекрасно понимают и на ней попробуют конечно же сыграть хотелось бы с вами еще знаете чем поговорить хотелось бы поговорить о вооружении военной помощи от стран союзниц мы знаем по крайней мере в открытых источниках заявляется что соединенные штаты ну фактически там знаете штампуют пакет военной помощи за пакетом мы помним заявление президента зеленского который заявил что впервые за год кажется ну улучшилась ситуация украины относительно в украине относительно снарядов украинских бойцов которые находятся на передовой вопрос в чем вот та самая западная помощь я понимаю что мы живем во время полномасштабной войны не все не можно говорить но тем не менее на самом ли деле она уже поступает на позицию украинских воинов или это настолько медленный процесс что пока об этом говорить рано можете по крайней мере в общих чертах обозначить что сейчас происходит с военной помощью от стран союзниц что касается западного вооружения то будет наиболее корректным вариантом если я отвечу непосредственно за нашу бригаду нашей бригаде пока что западного вооружения да и увеличение быка мы на себе не ощутили я не берусь оценивать да по каким причинам потому что есть разный уровень осведомления да и возможно в генеральном штабе есть там свое видение как его распределять в какие бригады и все остальное это первое второе из того что мне точно известно что к сожалению часть этого процесса она еще и затянута бюрократически в том числе и со стороны западных партнеров поэтому с того момента когда оглашается что якобы все помощь поехала на самом деле после этого включается куча бумажек куча бюрократии и всего остального кому куда как передавать как ставить как получать кому брать это все на баланс это тоже такой очень время время емкий процесс к сожалению на который сегодня у нас времени нет да это правда максим что еще хотел поговорить знаете вы человек военный и при этом очень активно высказываетесь относительно в своих соцсетях имею ввиду относительно относительно того что происходит ну не то что на дипломатическом уровне что происходит вокруг этой этой страшной войны которую развязал путин мы очень хотим чтобы знаете у нас получился разговор который во многом возможно откроет глаза нашим зрителям вот давайте перейдем к тому что сейчас хотим мы того или нет но обострились разговоры относительно так называемых мирных инициатив мирных переговорах и так далее впереди саммит мира в швейцарии мы это понимаем вот видите ли вы вот причину этих разговоров в том что те же западные сми часто делают ну давайте назвать вещи своими именами различного рода вбросы провокативные материалы можете высказать свою позицию на счет она очень интересно к сожалению на сегодняшний день на западе в том числе соединенные штаты америки также до сих пор имеют у себя внутри очень большие пророссийские лобби в том числе и среди журналистов и среди политиков и среди бизнеса и всего остального и безусловно это имеет свой результат то что мы иногда вот получаем то же самое там ипсо или информат не информационное какое-то нападение не прямое со стороны россии на нас да или даже внутри где-то а с запада откуда казалось бы странно что все это происходит что касается там любых переговоров и всего остального но моя позиция очень простая переговоры можно садиться только в тот момент когда тебе есть чем садиться на сегодняшний день у нас нет сильной позиции для того чтобы садиться за стол переговоров все что может там произойти это то что нас будут склонять к тем решениям которые нам не подходят это же одно абсолютно очевидно кто-то начнет сейчас критиковать а какой же выход и что что теперь всем нам там умереть если там ничего никакой просвета нет выход есть на самом деле и он заключается он непростой он тяжелый он выглядит как постоянная борьба и полная мобилизация всего населения украины не в армию мобилизация мобилизация своего состояния то есть вот этого внутреннего да и расчет у нас сегодня должен быть так же само как и в начале этой войны исключительно на свое мобилизированное состояние а не на помощь которую мы всегда откуда-то когда-то ждем она закончится рано или поздно это первое второе интересы у всех государств есть свои собственные в первую очередь и интересы украины для них будут всегда второстепенны мирные переговоры на сегодняшний день я не вижу вообще с чем можно было бы про производить при этом если бы мы включились полностью мы пирот провели мобилизацию состояния украину украинцев полная мобилизацию экономики полную да вот нормальная развитая впк создание своих мощностей для создания боекомплекта снарядов патрона в том числе оружие все это возможно сделать к сожалению много времени в этом мы потеряли но это сделать возможно второй очень важный момент это опять же нужно принять для себя решение что ну очевидно не все бригады сейчас на фронте показывают одинаковую эффективность до хотелось бы конечно чтобы все очень круто воевали чтобы все показывали результаты но это не так но раз уже так сложилось что есть бригады которые на своей инициативе там по своему составу по своему морально-психологическому состоянию показывает больше результат то соответственно им нужно уделить больше внимания обеспечить их возможность дать им дать им инструменты для того чтобы реализовать с помощью именно этих бригад можно было бы уже существенно решить не проблемы на фронте не растягиваясь по всему фронту да а имея там три-четыре хорошо укомплектованных нормально в нормальном морально-психологическом состоянии бригады могли бы изменить ситуацию на поле боя как минимум на одном из направлений после чего россиянам придется уже думать о том как свою ситуацию спасать но то есть выхода из этой ситуации есть но я их вижу исключительно в поиске сил внутри себя запад должен помогать будет какое-то время еще помогать но никто из нас не знает сколько и как это будет продал продолжаться поэтому мы очень важно чтобы мы слишком много времени не потеряли на надежды вместо того чтобы работать знаете вы абсолютно правы действительно того что запад может помогать дай бог чтобы помогал но вся надежда на нас самих это действительно и вот знаете отсюда вытекает следующий вопрос мы я уверен вы прекрасно об этом знаете все об этом говорят когда макрон впервые заявил о возможной якобы отправке натовских войск на территории украины возможной потом там нечто подобное власти литвы говорили вот совсем недавно соединенные штаты в лице генерала чарльза брауна он сейчас глава объединенного комитета начальников штабов сша говорит что развертывание натовских инструкторов инструкторов подчеркивание войска инструкторов на территории украины но неизбежно прямая цитата правда при этом как обычно когда это произойдет непонятно скажите пожалуйста все эти разговоры про натовских инструкторов по крайней мере к чему вообще эти разговоры вот это произойдет когда-нибудь инструкторы верно ли я понимаю что это имеется ввиду что эти самые инструкторы они воевать не будут они будут тренировать наших защитников как вообще к этому относитесь и придет ли мир когда-то к тому что войска натотки теоретически могут быть на территории украины или будем откровенны не стоит питать иллюзии на сей счет ваша оценка я думаю что так может произойти на сегодняшний день это все-таки больше игры со своей внутренней политикой в этих государствах и ни одной из этих государств на сегодняшний день всерьез не собирается и не планирует у нас своего они были бы кто-то может даже не против действительно перебросить инструкторов но для того чтобы самим учиться здесь больше чем учить нас чему-то при этом они прекрасно понимают что рано или поздно может наступить критический момент когда им придется ввести сюда контингент иначе под угрозой прямой окажутся уже другие европейские государства единственное что для нас это такой себе вариант потому что скорее всего это будет происходить когда у нас уже останется не так уж много территорий я уверен что они рассматривают такой вариант и америка и нато думают над тем как перебрасывать сюда свой контингент но в тот момент когда они посчитают ситуацию критичной уже непосредственно для своих границ для нас это такая себе история и это скорее всего в их видение потеря очень большого количества наших территорий перед тем как они собственно это произведут до этого раньше они могут конечно сюда перебросить инструкторов там еще кого-то кого-то обучать но это опять же больше для них для того чтобы понять современную войну ведь они и не видели они и не знают они не понимают того что они то зачем они наблюдают приводит их к мысли что они не готовы к современной войне она отличается от всех доктрин которые по которым они готовились до некоторые алгоритмы системы управления боем работают но например маскировка это совсем уже ничего не работает из того что написано у них разведка абсолютно на другом уровне в другом измерении просто находятся в отличие от того что написано у них и не таких вещей много поэтому сейчас их интересуют сюда перебрасывание людей больше для того чтобы готовиться и учиться действительно готовы они будут перебросить контингент который в каком-то виде попробуют там воевать я думаю они себе это видят в том случае когда конечно для нас ситуация будет уже крайне тяжелой всем но и напоследок вы знаете хотелось бы с вами обговорить ситуацию с кадровыми перестановками врага высшим военным руководстве захватчиков мы прекрасно понимаем что все эти люди являются военными преступниками но тем не менее что одну лучше врага знать и пытаться понять его замыслы скажем так сняли шойгу точнее перевели скажем так на его должность назначили человека экономиста вообще чем связаны вообще эти изменения даже не так и то чтобы чем связаны какой вообще сейчас курс берет российская федерация войне против украины и какая ситуация с военными ресурсами в них самое главное чего ожидать нам от этих перестановочек существенных кардинальных перемен от этого для нас не будет это вопросы внутренней управляемости да и внутренней там работы у противника до враг ставят более удобных более живых людей на некоторые некоторые должности их стратегии от этого не поменяются их ресурсы от этого существенно не поменяются на их ресурсы сегодня там мы можем влиять до топлива которое есть у них которая периодически из был абсолютно успешно да там и подпаливают им и мы потом все смотрим эти красивые видео у них будут проблемы и начнутся проблемы с техникой потому что они не в состоянии производить столько техники столь сколько горит сегодня на поле боя у них ближайшее время пока что не будет существенных проблем с людьми но они начнутся когда они перейдут другим социальным нишам для мобилизации и точно у них к сожалению в ближайшей перспективе не будет проблем с ракетами и авиационными бомбами чем собственно сегодня они наносят огромный ущерб именно нам так что к сожалению в любом случае продолжать ожидать приходится новых и новых обстрелов к сожалению это реалий на и нужно их признавать и максим точно финале теперь вопросов скажите пожалуйста середина мая 2024 года сейчас вот по вашему мнению на каком этапе войны находится украина такой общий вопрос но если у вас понимание где мы сейчас находимся что это за этап чем он характеризуется это я бы назвал знаете как это достаточно небезопасный для нас этап небезопасность его заключается в том что время которое прошло да вот первый этап много в чем мы переломливали ход событий противника в основном за счет собственного украинского характера где-то этому характеру помогала западное вооружение сегодня спустя вот это время мы перешли на тот этап когда россия российская армия стала более адаптированной и современной наша же армия стала более уставшей и это крайне тяжелый момент который нам придется перед перетерпеть да вот выдержать выбрать потому что других вариантов у нас нет у нас нет волшебной палочки нет никакого супер лекарства от этой проблемы единственное решение его это сейчас в сложный момент вспомнить кто мы да и ради чего вся эта борьба происходит а это может быть только при полной монолитности всего украинского общества знаете спасибо вам большое за эту беседу спасибо что в конце четко сказали про то самое монолит то самое ну знаете самое главное про монолитность украинского общества наверное сейчас это на самом деле самый важный момент мы должны быть едины как никогда спасибо большое что просветили объективно ситуацию как на фронтах высказали свое мнение относительно событий на дипломатическом уровне относительно того что происходит непосредственно в логове страны агрессора самое важное на самом деле оставаться едиными максим шорин экс-командир полка азов майор вооруженных сил украины заместитель командира 3 штурмовой бригады был нашем эфире мы вас благодарим очень надеемся что скоро опять пообщаемся и слава украине первым словом всего доброго